Очень неплохо, мальчишки хорошо влились, и я сейчас вот даже им после тренировки сказал, да, ближе к сезону, тут осталась неделька. Хотел им сказать, что, ребята, мы как бы все в одной лодке, хочу, чтобы не было там у нас недовольных, кто-то меньше играет, кто-то больше, чтобы у нас одна есть задача на сезон, и мы ее все должны выполнить. То есть все плывем в одну сторону, поэтому никаких обидов не должно быть, все должны все понимать. Но всех у нас новичков, мальчишек приняли нормально, мальчишки, те, которые пришли из дубля, как бы мы их уже и знали, их подтягивали, то есть они нормально влились. Мальчишек, которые новенькие, это Андрей Рябов, да, Виталий Смирнов, Дима Чеваньков, как бы их, Диму мы и до этого звали, Дима уже наш там, да, Виталия с Андреем очень хорошо влились, как бы мальчишки общительные, адекватные, самое главное, адекватные. Как бы у ребят есть голова на плечах, все замечания, то есть они спокойно на них реагируют, то есть в команде очень хорошо общаются, Саныч его настраивает, любит. Потеряли, грубо говоря, там 7 человек из центра поля с прошлого сезона, добавили 3-4 человека, как бы стало поинтереснее, вот, как бы, ну, наверное, это от качества игроков зависит, поэтому сейчас меня в центре более-менее все устраивает. Не устраивает только, что ребята все неплохие, но их мало, грубо говоря, так, то есть 3-4 человека на середину поля, хотя мы там планируем в 3 играть, да, то есть центральных, маловато. Ну, я думаю, сейчас, я думаю, поработаем, селекционная служба у нас поработает над этим, я думаю, мы еще одного-двух мальчишек прихватим. Я себя отлично чувствую и думаю, команда тоже отлично чувствует, тренировки интересные, подготовка на уровне, то есть все интересно и хочется тренироваться. Дружеская атмосфера, все помогают друг другу, то есть с первых дней я не чувствовал себя, ну, как бы, лишним, а сразу понял, что все здесь, все хорошо. Играл с детства у себя дома в Пенецкой области, вот там на области играл и, ну, на юношеских соревнованиях, то есть, ну, и выигрывали, и чемпионат по Волжье. Большой футбол с 10 лет играл в Торпедо, вот, в Торпедо закончил, в возраст 2001 год, в дубль, не пошел, вот, сейчас, вот, последний год нигде не играл только, вот, последний турнир же Торпедо отыграл, чемпионат России, и все, полгода не играл вообще нигде. У нас есть канал на ютубе, вот, мы с другом сняли видео с вратарем Данилом Добрыниным, вот, и поступило такое предложение, то, что приехать на сборы, поснимать. Мы приняли это предложение, приехали на тренировку, и вот, там уже возникло желание продолжить здесь заниматься, и вот, в итоге все так закрутилось, завертелось, и вот, осталось. Если бы у меня было желание играть в первой лиге, то мне бы, зачем, я бы не уходил тогда из Торпедо, то есть, я бы продолжил заниматься там и играть, но это неинтересно для меня. Здесь мне, я получил то, чего у меня не было на протяжении 17 лет, вот, сколько я футбол играю, у меня, сейчас вот, я получаю удовольствие больше всего за все это время. Мотивация, я просто удовольствие от футбола получаю, то есть, мне нравится тренировочный процесс, мне нравятся игры, люблю то, что после футбола, девчонки люблю, когда ходят на футбол, директора люблю. Ну вот, мне просто, я кайфую от того, от всего, что происходит. Тренировки у меня начались в прошлом году, вот, по некоторым обстоятельствам, сначала я получил травму, ребята мне помогли в плане того, чтобы восстановиться, вот. Вот, на прошлый сезон я не смог доиграть в другой команде, вот, и поступило предложение продолжать тренироваться и уже на этом, в этом году выступать на футбольном клубе «Добрения». Да, уже многих ребят знаю, с некоторыми ребятами я даже поиграл, вот, ну, уже по истечении того времени, которое я нахожусь в команде, видна работа, прежде всего, тренерского штаба, видно, насколько у ребят горят глаза, насколько хочется понимать то, что от них требуется, вот, соответственно, я очень рад оказаться. Очень рад, что меня пригласили сюда, вот, ну, и моя задача, как бы, передать ту ответственность, которая на нас лежит, как на игроках, вот, потому что, ну, по, если брать свой возраст, у некоторых я старше, как говорится, уже на полжизни, но, тем не менее, еще есть желание поиграть, подвигаться, вот, что-то, может быть, кого-то чему-то научить, где-то сказать. Довелось поиграть в профессиональной команде, так как я воспитанник дюшер, вот, играл в команде в 2006 году, и очень интересно находиться вот в этой атмосфере. В Добрыне, действительно, она очень приближена к такому, скажем так, профессиональному подходу. То есть, тренировочный процесс, там, подготовка игроков, плюс объяснение, разбор игр, все интересно, и хочется как можно больше этим всего пожить и, как бы, все это растянуть, потому что, все-таки, время уходит, но желание, там, сила есть. Хотелось бы сказать, чтобы люди приходили, поддерживали, это всегда заряжает, это всегда важно для ребят, потому что любовь к футболу, она, как-то, вот, заставляет стараться куда-то двигаться, поэтому, ну, у многих это мечта была, заиграть там в профессиональных клубах, у кого-то она еще есть, потому что, все-таки, очень много молодых парней, вот, и, ну, есть ребят, которые, действительно, могут просто над самими заниматься. Ну, Добрыня – это возможность, вот, действительно, это семья, это отношения, вот, друг к другу, как большой коллектив, вот, поэтому, ну, что, при должной поддержке, там, людей, задачи, которые перед нами ставятся, мы их обязательно выполним. Я узнал о Добрыне ВКонтакте, до этого я работал, работал в фитнес-клубе, и, как Стас сказал, пришлось делать выбор в пользу команды, то есть, даже не основного состава, а сначала в дубле играть, тренироваться, и уже после этого, вот, я попал в основной состав после сборов. Я езжу тренировать детей и в Суздаль, и в Боголюбово, вот, очень интересный тоже опыт в качестве тренера, каждому ребенку нужен свой подход, и, то есть, ну, как бы, я учусь сам на физвозе, да, и там тоже я прошел достаточно хорошую подготовку педагогическую, и, в принципе, для меня это не ново. Ну, я сам, с самых низов, а зов за командой следил, как бы, и в прошлом году, с самого начала с ними тренировался, там, по здоровью не получил сборы пройти, операция была, вот, ну, как бы, можно сказать, то, что с первого дня с командой, с первого сбора, вот, и следил за ними, и ходил, смотрел, как бы, на игры, вот, ну, в этом году решил, что пора, уже попасть сюда, ну, я думаю, что каждый человек хочет попасть в такой коллектив, нет никаких, там, негативных эмоций, одни положительные, так что я очень рад, поиграть я уже, как бы, поиграл, а хочется, там, с близкими людьми рядом поиграть, вот, как бы, что друзья играли, Дима Павлович, Миша Нагорного, жалко, покинули команду, ну, там, по своим причинам, по каким-то, вот, тоже была немаловажная составляющая, ну, как бы, свой выбор сделали ребята, желание в футбол играть, желание под началом, как бы, тренеров этих выступать, ну, и так просто для себя. Нам главное, чтобы было желание, если желание, короче, есть, значит, как бы, ты в команде, даже не так еще, желание и что ты человеку нормальный, потому что, ну, как бы, атмосфера в команде очень важно, как бы, для нас. Есть люди, которые, ну, допустим, когда мы искали, я проходился по всем годам с Дюшор, то есть, по позиции мы смотрели, там, опорников искали, искали центрального защитника, по центральным защитникам, да, вообще, проблема, короче, то, что, то, что там все, кто играли везде, где-то по интересующим нам годам, они почти все уже закончили, и просто людям неинтересен футбол, как таковой, как бы, из-за этого у нас есть дефицит одного центрального защитника, так скажем. Нет, мы не ищем только Вадимирских, потому что, пример, не Вадимирских у нас есть Ваня, который учится в ВВИ, да, но сам-то он далеко не Вадимирский. Нас, как бы, нам нравится растить молодежь, с ними проще работать гораздо, и они слушают лучше. Ну, мальчишки играют вообще, мне кажется, вот, которые в дубле, да и у нас и в основе мальчишки ради любви к футболу приходят. Вот это, я думаю, самое главное, да, как бы, и мы все работаем ради любви к футболу, как бы, да, то есть у меня есть, как бы, основная работа, но основная работа, это основная работа, а для души, как бы, футбол, он всегда в крови, да, то есть его никуда там не вынуть, то есть... Я расскажу, как сосишки залить и пивом их обливать. Футболу именно, то есть, если им все погасло. Ну, в группе будет материал, я думаю, там, сам себе режиссер Ряба, у нас у него канал, по-моему, свой на ютубе, вот он там, гоупрос, гоупроску с собой возьмет. Ну, вот в баню собираемся тут все налаживать, будем атмосфер. Ну, шашлаки это потом, в конце сезона, зачем сейчас?